Впервые Сыктывкар стал ареной двух крупных соревнований спасателей. Финала школы безопасности и полевого лагеря «Юный спасатель». В столицу Коми съехались 260 спортсменов из всех регионов Северо-Запада. Сегодня состоялось торжественное открытие первенства, а уже завтра команда отправится в детский лагерь «Мечта» в Качияге, где им предстоит борьба за золото чемпионата. Максим Катаев оценил шансы наших спортсменов. Все эти команды завоевали путевку на чемпионат Северо-Запада, победив на региональных соревнованиях. Хозяева площадки – фавориты первенства. По словам знатоков, команда Коми должна выступить достойно. Арену первенства в поселке Качаяк подготовили профессиональные спасатели. Подготовка к дистанции при проведении полевых лагерей «Юный спасатель» и «Школа безопасности» – это специфическая задача. Используются объекты экономики, используются ландшафтные препятствия и специально добрыдываются. Ближайший конкурент сборной Коми – команда из Псковской области. Это действующий чемпион Северо-Запада. И на нынешних соревнованиях гости намерены подтвердить свой титул. Те ребята, которые на «Школу безопасности» уже прошли не одни межрегиональные соревнования, в прошлом году на России были, поэтому ожидаем довольно неплохие результаты. А «Юный спасатель» у нас новая молодая команда, поэтому попытаемся побороться, посмотрим. Команда Ненецкого автономного округа на таком чемпионате выступит впервые. Спортсмены не рассчитывают на золото. Главное – не финишировать последними и поучиться у профессионалов, говорят они. Специалистов пока у нас нет, к сожалению. И, как сказать, мало людей, которые хотели бы заниматься с детьми. К сожалению, в экономической ситуации сейчас больше людей заняты тем, чтобы зарабатывать деньги. Участников чемпионата сегодня приветствовали творческие и спортивные коллективы Сыктывкара. Гостей встретили нетрадиционными хлебом и солью. Девушки в национальных костюмах вынесли подносы с коми-шаньгами. Впервые на соревнования свои команды выставили все 11 регионов Северо-Запада. Первенство – это часть федеральной программы по патриотическому воспитанию. Я думаю, что если вы окажете вблизи какой-то неприятности, какой-то беды, вы всегда поможете. И надеюсь, что присутствующие здесь юноши и девушки все-таки будут ориентированы на то, чтобы продолжить потом, выйдя из стен школ, уже и свое профессиональное образование тоже получить в рамках того дела, которым вы сейчас занимаетесь. Соревнования стартуют завтра. Спортсменам предстоят поисково-спасательные работы на акватории, в лесу и ликвидация последствий условной техногенной катастрофы. Максим Катаев, Иван Богомолов, телеканал Йорган, Сыктывкар.